Мы с вами начинаем круглый стол по вопросам наблюдения на выборах, которые пройдут у нас с 11 по 13 число. То есть практически один из последних мероприятий цикла, посвященный наблюдениям в защите прав и законных интересов граждан. Я очень рад, что партия «Новые люди» высказала такую экзотилу по поведению голосового, в котором присутствует ряд так называемых группы партий, и также, конечно, российские адвокатные миссионеры, которые, может быть, несколько более опытные в плане избирательных компаний, но тоже активно, так сказать, защищающие права своих избирателей. Я благодарен всем присутствующим. Еще несколько слов в порядке представления. Я, как модерация, я являюсь членом Кромеционного совета общественной палаты Российской Федерации по общественным контролю с голосованием. Это институт, который у нас создан и родился в рамках того, что на сегодняшний день законодательство делает возможное общественное наблюдение. Более того, не так давно ряд партий, присутствующих здесь, в том числе партия «Новые люди», партия «Миссионеры», присутствуют на презентации «Золотого стандарта» общественного наблюдения, который проводился в Палате России. И, конечно, было много вопросов замечательных. Действительно, даже с учетом «Золотого стандарта», как мы будем защищать, скажем так, от классификации процесса выборов, как мы будем защищать вырезвивления граждан, которые проголосовали. Соответственно, сегодня с нами работает Алексей Иванович Нечаев, лидер партии «Новые люди», Вячеслав Александрович Макаров, лидер партии «Прямая демократия», Алексей Андреевич Широков, заместитель представитель Центрального совета Российской партии «Миссионеры за социальную справедливость», Руслан Алексеевич Хвостов, представитель «Правление партии «Зеленая альтернатива», а также ряд федерально известных экспертов, в частности, один из крупнейших российских правообращений, как член Совета по правам человека, Александр Семенович Брод, выиграл полисы тысячи полисов, также член Совета по развитию гражданского общества и права человека при президенте. Более того, Борисович – это человек, который стоял в истоках, в принципе, общественного наблюдения, много сделал для того, чтобы оно сегодня появилось в такой форме, какая есть, и мониторинговую группу из Пещеря. Помню, как мы в 16-м году в сфете создавали и проводили такие рации. Это, конечно, тот багаж, с которым может Борисович нас сегодня познакомить. И также с нами сегодня работает Наталья Ивановна Голубкова, юрист, кандидат политических наук, ответственная в статье журнала «Выбирать на законодательство и практика». Наталья Ивановна известна как автор книги «Наблюдатель на выборах. Фиксация и предотвращение нарушений избирательных правообращений». Вот в таком мы сегодня с вами составим. «Наблюдательное правообращение на законодательство и практика» «Наблюдательное правообращение на законодательство и практика». «Наблюдательное правообращение на законодательство и практика».